Всем привет! Вы на канале Юрий Назаров, канал о современных технологиях. Поехали! Apple тестирует прототип экрана складного iPhone. В течение некоторого времени в сети ходили слухи о том, что Apple должна все пристальнее смотреть на проблему складных смартфонов. И идти по пути Samsung или Huawei в этом отношении. Теперь мы узнаем, что компания уже может тестировать прототипы складных смартфонов. Как сообщает Bloomberg, источники подтверждают, что Apple начала на очень ранней стадии работы по складному iPhone. Марк Гурман из Bloomberg охлаждает, однако, потенциальный энтузиазм клиентов. Пока единственное, что у Apple готово, это только дисплей. Таким образом, это означает, что корпуса телефона еще даже не существует. Некоторое время назад некоторые СМИ сообщали, что Apple будет тестировать прототипы складного iPhone. Тогда было известно мало, а теперь уже можно сделать вывод, что речь шла просто об испытаниях на прочность именно дисплея. Чтобы он работал должным образом еще до того, как проект войдет в новую фазу производства. Apple учится на ошибках у Samsung, у которых были проблемы с ранними моделями Galaxy Fold. Следующая новость. Смартфон, которого опасаются Xiaomi и Huawei. Он отлично сделан, имеет потрясающий экран и одну из лучших камер среди смартфонов. Речь идет об X515G смартфоне Vivo. Vivo является шестым по величине производителем смартфонов в мире. Корпус Vivo X515G выполнен из алюминия и стекла. Причем ничто не скрипит. Задняя часть смартфона матовая, поэтому на ней не остаются отпечатки пальцев. Стороны корпуса плоски до такой степени, что смартфон можно поставить вертикально. Недостатками для некоторых может быть явно выступающий остров с камерой. Смартфон не стоит класть на стол, если он не в чехле. Экран заполняет полностью всю переднюю часть корпуса и мягко закрывает боковые рамки. Vivo имеет изогнутый экран AMOLED с диагональю 6 дюймов. С поддержкой HDR10+, работающей в разрешении Full HD+, с частотой обновления 90 ГГц. Генерируемые им изображения характеризуются точной цветопередачей, глубоким черным цветом и высокой максимальной яркости. Пользователь может выбрать свои предпочтения экрана. Стандартный, обычный, яркий. И настроить цветовую температуру. В верхнем левом углу также есть незаметная камера для селфи, которая не отнимает много эффективного пространства дисплея. Самая мощная сторона здесь Vivo – это набор камер. Здесь мы находим 4 объектива основной 48 Мп, стабилизированной системой Cardano, портретной 13 Мп с двойным оптическим зумом, широкоугольной 8 Мп и объектив 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом. Смартфон Vivo делает впечатляющие фотографии, позволяющие делать снимки с 5-кратным оптическим или 60-кратным цифровым приближением. Самые высокие значения характеризуются небольшой детализацией и большим количеством шума. Но вряд ли кто-то будет фотографировать в таких условиях. Видео, созданные с помощью Vivo, также находятся на самом высоком уровне. Мы можем записывать в 4К, Full HD и HD. При любом разрешении можно выбирать 30 или 60 кадров в секунду. Максимально доступный зум составляет 15х. А настоящий восторг – стабилизация видео, управляющая с помощью Jimble Camera System. Plus O, Plus OIS и EIS. Такое соединение гарантирует беспрецедентную в других смартфонах трехосную стабилизацию. Мы можем записывать видео, с которым смартфоны с классическим EIS справиться не могут. Например, во время бега или спуска по лестнице. Vivo – настоящий демон скорость. Vivo оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 765 5G, поддерживаемый 8 ГБ оперативной памяти и графическим чипом Adreno 620. Такая настройка обеспечивает все, что вам может понадобиться на вашем мобильном устройстве. Смартфон работает исключительно плавно и Android 10 не обрезается ни в каких ситуациях. Встроенный аккумулятор имеет емкость 4315 мА с включенным обновлением экрана на уровне 90 Гц. Его достаточно как минимум на полтора дня непрерывной работы. Для полной зарядки смартфона требуется менее часа. Ну что ж, переходим к следующей новой. Samsung Galaxy S21 с невероятной концепцией Roilable Samsung Stick. Комбинация технологий, которые не выходят за рамки возможностей. Samsung Galaxy Stick, наверное, наилучшим образом использует гибкий экран. Он полностью сворачивает, делая Samsung Stick самой интересной концепцией смартфона в этом сезоне. Скручивающийся экран – это гибкий OLED-дисплей, который, когда он не используется, сворачивается в тонкий, полый, похожий на палочку, корпус телефона. Когда вам нужен дисплей, он быстро выдвигается, превращая палочку в удобный смартфон. С изящным, гибким сенсорным экраном, который сохраняет жесткость при разворачивании. Galaxy Stick даже имеет дополнительный, более тонкий дисплей на своем корпусе, который будет использоваться для более функциональных элементов. Такие как звонки, сообщения, индикаторы заряда батареи. Вторичный сенсорный экран является постоянным, демонстрируя поведомления, когда гибкий экран свернут. И даже имеет стройный датчик отпечатка пальцев для разблокировки вашего смартфона. Единственный нюанс этого чисто инновационного дизайна заключается в том, что Galaxy Stick имеет только одну основную камеру на задней панели. Недостаток, кстати, которой не должен быть проблемой. Учитывая то, что Galaxy Stick планирует решить более насущные проблемы, такие как создание смартфона с гибким дисплеем, который не складывается, и это не массивный смартфон. Формат подвижного дисплея может стать серьезным доказательством концепции. Очевидно, что это делает телефон невероятно уязвимым. Учитывая то, что экран должен быть установлен на тонком механизме, который помогает ему сворачиваться и разворачиваться. Вторая наиболее острая проблема, очевидно, заключается в том, что меньше более компактный телефон неизменно означает меньшую аккумуляторную батарею, которой в случае с Galaxy Stick недостаточно. В то время как телефоны становятся все более и более мощными, батареи не становятся лучше, они просто становятся больше, пока кто-то не заобретет более эффективную компактную батарею. Galaxy Stick может оставаться простой концепцией, но не стоит терять надежды. Следующая новость. Обнаружена новая рекордно быстро вращающаяся звезда, способная на расстоянии тысячи километров вытянуть железо из крови человека. Астрономы обнаружили самый быстро вращающийся магнитар, то есть нейтральную звезду с очень сильным магнитным полем. Она находится в нашей галактике и, следовательно, по космическим меркам достаточно близко к нам. А ведь любой магнитар может вытащить железо из крови человека. Ученые полагают, что, вероятно, это также самый молодой магнитар из всех обнаруженных до сих пор. Объект, имеющий обозначение G1818, был найден в Млечном пути и до него около 21 тысячи световых лет. Он был исследован с использованием обсерватории Чандра, принадлежащей НАСА. Впервые магнитар был обнаружен 12 марта 2020 года. По оценкам ученых, это также один из самых молодых объектов, обнаруженных такого типа. Его возраст определен примерно в 500 лет. Это очень молодой возраст. Сама скорость вращения действительно быстрая. Для одного оборота G1818 требуется всего 1 секунда. Переходим к следующему. iPhone 12 может нарушить работу кардиостимуляторов. Тревожные новости можно сделать после прочтения статьи Heart Rhythm. Врачи описали случай, когда они отключили потенциально спасающую жизнь функцию имплантируемого дефибриллятора сердца. Вот Мектроник, используя находящийся рядом iPhone 12. Как это возможно? iPhone 12 совместим с одной из самых передовых технологий, связанных с магнитной связью. Речь идет о технологии MagSafe, которая абсолютно безопасна для здоровья. Он объединяет зарядные устройства, магнитометр и датчики NFC. Проблема возникает, когда владелец iPhone одновременно является пользователем медицинского устройства. Здесь речь идет о таких устройствах, как кахлеарные импланты или имплантируемые дефибрилляторы сердца. Используя магнитные технологии, подобные MagSafe, к сожалению, их производители до сих пор не защищали рабочие полосы устройств. Потому что на рынке не было другого потребительского оборудования, которое могло бы помешать их работе до сих пор. Если компании, производящие такого рода медицинские устройства, не занимаются более разумной настройкой своих устройств, они могут представлять опасность для жизни. В HeartRhythm описывается случай, когда iPhone 12 с технологией MagSafe может случайно отключить имплантируемый кардиостимулятор. То же самое может быть с Apple Watch или некоторыми электронными сигаретами. Ключом является использование магнитной технологии. Имплантируемые кардиостимуляторы предназначены для запуска сокращения сердца в нужный момент. Нарушать их работу и, следовательно, вызывать случайный импульс нежелательно, хотя это явление происходит относительно часто. Выбор, когда надо форсировать сокращение сердца, это задача управляющих процессоров. Они могут быть имплантированы в желудочек или предсердие сердца, а могут быть вне тела. Все зависит от болезни и решения врача. Исследователи из HeartRhythm привели к случайному сокращению однокамерного дефиблирата с помощью Apple Watch. А электронная сигарета Ju произвела случайную активацию двухкамерного стартера. В свою очередь, iPhone 12 и его зарядка с помощью MagSafe могли остановить аварийную стимуляцию стартера. Ни один из описанных событий не представлял непосредственную угрозу для жизни. Однако потенциально могло привести к аритмии, которая закончилась бы госпитализацией кардиологических пациентов. Переходим к следующей новости. Космический интернет Маска в Европе. Поскольку все больше и больше спутников Starlink выходят на орбиту, SpaceX решила расширить базу тестирования спутникового интернета на другие страны. Первые тесты прошли в Индии. Теперь в списке появилась первая европейская страна Великобритания. Официально нет информации о старте тестирования Starlink в Великобритании. Но многие пользователи социальных сетей с британских островов хвастались, что в декабре 2020 года они получили электронное письмо от оператора службы с приглашением принять участие в бета-тестировании. Сообщение гласило. В течение следующих нескольких месяцев ожидайте скорости передачи между 50 Мбит в секунду и 100 Мбит в секунду. Но могут быть короткие периоды отключения. По мере того, как мы поднимаем больше спутников и устанавливаем больше наземных станций. И улучшаем наше программное обеспечение. Скорость передачи данных, задержки без помех значительно улучшаются. Пишет Starlink Made. Комплект Starlink, который включает в себя небольшую спутниковую антенну, стойку и Wi-Fi маршрутизатор, стоит в Великобритании 430 фунтов стерлинга. А ежемесячная оплата составляет 89 фунтов. В США, соответственно, эти сборы составляют 500 и 100 долларов США. В 2021 году SpaceX планирует развернуть начальное минимальное количество спутников Starlink на орбите. Чтобы запустить полноценную услугу Starlink по всему миру, ожидается, что компания будет запускать не менее 120 спутников Starlink в месяц. Первые два запуска ожидается в январе – миссии Starlink-16 и Starlink-17. А в феврале ожидается полет еще 60 спутников миссии Starlink-18. На данный момент все эти миссии отложены. Потому что сначала ракета Falcon 9 должна нести другие, более ценные грузы. Пять запусков ракеты, принадлежащих SpaceX, могут состояться с одного стартового поля CLS-40 на мысе Канаврелл, штат Флорида. Для подготовки следующего запуска требуется около 5-7 дней. Переходим к следующей новости. Создан портативный удобный лазерный гравит, позволяющий сделать надписи на всем, что угодно, даже на фруктах. Разработанный в части технического обновления прошлогоднего LaserPacket Pro LaserPacket 2 – это мощный портативный лазерный гравит, который может травить множество материалов, гравировать различные поверхности и даже резать дерево, пробку и бумажные листы. Практически размером с электрический утюг LaserPacket 2 имеет складную конструкцию, цельнометаллический корпус и функции самовыравливания, плюс автоматическое калибро, что делает его до смешного простым в использовании. Гравер работает с приложениями, которые позволяют переносить изображение директоров с возможностью предварительного просмотра ваших работ на вашем продукте в режиме реального времени. Вы можете перенести свой рисунок на продукт прямо внутри приложения, перетаскивая файлы, когда вы будете удовлетворены. Просто нажмите кнопку «пуск». И LaserPacket 2 сделает все остальное, автоматически калибруя и фокусируя лазер, прежде чем быстро вытравить ваш рисунок. Полупроводниковый лазер с мощностью 5 Вт обеспечит машине скорость и точность, позволяя практически настроить заводскую линейку продуктов с вашими изображениями. А уникальная насадка LaserPacket 2 дает возможность управлять третьей осью, позволяя гравировать на криволинейных поверхностях или более сложных поверхностях, которые требуют от гравера физического перемещения вверх и вниз поверхностей. На этом новости подошли к концу. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До следующей встречи. И обязательно напишите в комментариях, какие у вас есть планы на этот год и что бы вы хотели услышать. На самый интересный комментарий я дам свой ответ. До следующей встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok